Здравствуйте! У моего племянника никогда никакой аллергии не было. Сейчас ему 23 года. В доме всю жизнь были собаки. Сейчас он чихает на кошек, глаза слезятся, на собак тоже в последнее время такая же реакция. Можно ли с этим справиться? С этим справиться, конечно, можно. И вообще базис лечения всех аллергических заболеваний – это так называемая элиминация аллергена, то есть удаление, чтобы человек не контактировал. Человек, который предрасположен к реакциям, то есть атопик, так называемый, чтобы он не контактировал с причинозначимыми аллергенами. В данном случае, конечно, это сложно, потому что человек привязывается к своим любимцам, к животным. Но, к сожалению, иногда реакции настолько сильны бывают на эпидермис животных, что лучше удалить собаку или кошку, чем принимать антигистаминные препараты, орошать слизистые носа атопическими препаратами. Поэтому тут за вами решение, но первый совет – это, конечно, чтобы не было контакта с этими животными. А реакция, та, которой не было вначале, а сейчас возникла, – это достаточно распространенное явление. То есть, возможно, у пациента была предрасположенность, то есть он атопик, скрытый, то есть никто об этом не знал. Ну, просто при наличии большого количества аллергенов, в данном случае это эпидермис животных, у него реализовался вот такой вот ответ на аллергенов. Поэтому, конечно же, желательно удалить животных. Если у меня аллергическая реакция на кошек, то почему мне нельзя аквариум или морскую свинку? – Хороший вопрос, на самом деле. Ну, во-первых, остановимся на аллергенах эпидермальных. То есть у кошек самые высокие, как сказать, самые раздражающие аллергены. Они представлены эпидермисом. Но также слюна, моча, кошек, она тоже является очень высоким раздражителем. Вот. И, собственно, кошки чаще всего являются причиной возникновения так называемой эпидермальной сенсибилизации. Аквариум в данном случае, то есть, я думаю, что можно все-таки попробовать. Но единственное, ни в коем случае не использовать сухой корм для кормления рыбок, потому что очень часто этот сухой корм является полноценным аллергеном. То есть это белок, который тоже может вызвать у вас реакцию подобную на кошку. То есть вы будете чихать, у вас будут слезотечения и, возможно, кашель. Поэтому, если вы заведете рыбок и будете использовать, например, какой-то живой корм, то есть червячков там еще кого-то, то вы избежите развития аллергического ринита и конъюнктивита. Не подскажете, каких рыбок можно заводить? У ребенка астма, легкое течение. Никого, кроме рыбок, нам нельзя. А рыбок нельзя уже из-за корма. Что делать? Хочется какой-нибудь живность? Вы можете, мое мнение, и, в общем-то, из опыта я скажу, что можно заводить рыбок, но не использовать сухой корм для рыб. Потому что он представляет из себя, во-первых, полноценный антиген, это белковая производная, и очень мелкий. То есть он мелкодисперсный. То есть когда идет кормление рыб, он распространяется в воздухе и быстро оседает на слизистых, поэтому может спровоцировать приступ астма, даже несмотря на то, что астма в ремиссии. Поэтому если вы будете использовать альтернативный корм, пожалуйста. Ну и, естественно, нужно следить обязательно за аквариумом, чтобы не было никаких налетов на поверхности аквариума, потому что это тоже может представлять собой полноценный аллерген и вызывать аллергические реакции. Скажите, пожалуйста, у меня на котят жуткая реакция. Чешутся глаза, кашель начинается. А вот на взрослых кошек ничего. Почему так? Ну, бывают такие реакции изолированные. Возможно, качество эпителия котят более высокоаллергенны, чем сам эпидермис кожи котят. Он более высокоаллергенны, чем у кошки. И более того, смотря какого возраста котята, то есть если они совсем маленькие и шерсть у них небольшая, то доступ эпидермиса слущенного более высокий, чем у кошки, у которых более длинная шерсть, и эпидермис не попадает на слизистую носа и глаз. Дело в том, что сама шерсть кошек, она не представляет угрозы. Угроза как раз стоится вот в этой перхоти, которую можно обнаружить на шерсти у кошек, в слюне кошки и в экскрементах, в частности в моче. Очень высокоаллергенный продукт эпидермис кошки.